Нам понадобится вкусный ароматный какао, всего 1 столовая ложка. Добавляем в стакан кефира и хорошо размешиваем. Какао желательно использовать качественный, с высоким процентом содержания какао-масла, не менее 20%. Кефир должен быть комнатной температуры. Вот такая масса должна получиться. Оставляем какао растворяться на несколько минут. А пока подготовим остальные ингредиенты. В глубокую емкость разбиваем 2 яйца. Важно, чтобы яйца тоже были комнатной температуры. Теперь высыпаем сахар и взбиваем при помощи миксера. Должна получиться светлая воздушная масса. Обычно на это уходит 3-5 минут. Но все зависит от мощности вашего миксера. Примерно такая консистенция у меня получилась. Добавляем заранее просеянную муку небольшими порциями по 2-3 столовые ложки. Каждую аккуратно вымешиваем лопаткой. Миксер в этом случае уже использовать нельзя. Иначе тесто не получится. Только лопаткой или ложкой, плавными движениями. Снизу вверх вымешиваем всю муку, чтобы получилась однородная, слегка воздушная масса. В один из этапов добавления муки добавляем 1 чайную ложку соды. Она вступит в реакцию с кефиром, поэтому дополнительно гасить ее не нужно. Вместо соды можно использовать разрыхлитель для теста. Что кому больше нравится. Как только вы внесли всю муку и тщательно ее размешали в тесто, самое время добавить шоколадную смесь. Тот самый кефир с какао. Посмотрите, как изменился и цвет, и текстура. Масса стала более плотная и густая. Аккуратно силиконовой лопаткой вмешиваем шоколадно-кефирную массу в тесто, пока все ингредиенты не соединятся между собой. Теперь подготовим форму, в которой будем готовить наш пирог. Я использую разъемную форму диаметром 22 см. Дно формы застилаю пергаментной бумагой. Остатки бумаги по краям срезаю при помощи ножниц. Выливаем тесто в форму и равномерно распределяем так, чтобы получился одинаковый слой. Выпекать будем в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Готовый пирог обязательно нужно проверить деревянной шпажкой. Она должна быть полностью сухой. Если тесто еще влажное, поставьте в духовку на 5-7 минут. Снимаем теперь форму и бумагу и даем пирогу остыть. Пока пирог остывает, приготовим крем. Для этого нам понадобится охлажденная жирная сметана. С помощью миксера взбиваем сметану несколько минут и потом постепенно добавляем сахарную пудру. Очень простой, но такой вкусный крем. Просто идеально будет сочетаться с шоколадно-пусидным пирогом. С уже остывшего пирога срезаю верхнюю корочку. Так готовый пирог будет смотреться аккуратнее. Обрезки можно использовать для декора или просто съесть, не дожидаясь чайпития. У меня дома чаще всего так и происходит. Кто-то даутащит кусочек вкуснейшего коржа. Выкладываем сметанный крем и аккуратно распределяем его по поверхности лопаткой, формируя небольшие аппетитные подтеки. Сверху я украсила орешками. Я заранее их подрумянила в духовке и очистила от шелухи. Давайте скорее посмотрим, какой же пирог получился внутри. Разрезаем. И посмотрите, какая красота! Пористый, слегка влажный, с ярким шоколадным вкусом и небольшой кислинкой от сметанного крема. Просто идеальный десерт к семейному чайпитию. Хотя и на праздничный стол тоже можно приготовить. Если понравился рецепт, обязательно ставьте лайк и не забудьте подписаться, чтобы не потерять это и другие видео. Вкуснейший простой десерт! Если у вас есть 3 яблока, 3 яйца и немного сахара, скорее готовьте эту вкуснятину. Начнем с яблок. Выбирайте желательно сочные зеленые яблоки, кисло-сладкие на вкус. Именно такие яблочки идеально подходят для этого рецепта. Яблоки очищаем от кожицы, разрезаем на четвертинки и теперь каждую очищаем от косточек. Теперь нам нужно будет нарезать яблоки довольно-таки мелко. Для этого каждую четвертинку я нарезаю на вот такие вот тонкие дольки. Затем разрезаю еще на несколько частей. И уже теперь буду нарезать мелко-мелко. Это довольно трудоемкий процесс, но для этого рецепта яблоки нужно нарезать именно так. Тогда вкус и текстура готового блюда получится просто идеальной. Нарезанные яблоки выкладываем в глубокую емкость. Теперь добавляем сюда сок половины лимона. Я обязательно использую ситечко, чтобы в яблоки не попали косточки лимона. Хорошенько все перемешиваем. Сок лимона добавит приятный кисловатый вкус и сохранит светлый цвет яблок и не даст им потемнеть. Подготовим теперь сухие ингредиенты. Нам понадобится мука. Я ее уже заранее просеяла. Добавляем сюда немного разрыхлителя для теста и чайную ложку соды. Добавляем соль. Теперь орешки. Я люблю использовать грецкие, но конечно можно использовать любые на ваш вкус. Нам понадобится грамм 150. Еще нужно хорошо их измельчить. Сделать это можно любым удобным способом. Быстрее и удобнее всего с помощью блендера. Вжик и все готово. Но конечно же можно измельчить еще и обычным ножом. Вот такая вот ореховая крошка должна получиться. Высыпаем ее в емкость с мукой и хорошенько все перемешиваем, чтобы все сухие ингредиенты смешались между собой. Подготовим яйца. Как я и говорила, всего понадобится 3 яйца. Нам нужно разделить их на белки и желтки. Если у вас вдруг откололся кусочек скорлупы, то удобнее всего его достать при помощи половинки скорлупы. Обратите внимание, что яйца должны быть комнатной температуры. Итак, мы разделили белки и желтки. И теперь желтки отправляем в емкость с яблоками. Высыпаем туда же сахар. Немного ванильного сахара. И хорошенько все перемешиваем. Белки выливаем в глубокую сухую емкость. Добавляем щепотку соли. И хорошо взбиваем при помощи миксера. Взбивать нужно 3-5 минут до появления устойчивых пиков. Теперь будем соединять все ингредиенты в большой глубокой емкости. Перекладываем яблочно-яичную смесь. Теперь высыпаем все сухие ингредиенты. И хорошо все перемешиваем, чтобы все сухие ингредиенты равномерно распределились. А теперь небольшими порциями добавляем белки. И аккуратно лопаткой вмешиваем их в тесто. Не торопитесь. На этом этапе очень важно аккуратно добавлять белковую массу. Таким образом, чтобы она не осела. Вот такое вот тесто у меня получилось. Теперь подготовим форму. У меня форма разъемная диаметром 20 сантиметров. Дно формы я застилаю пергаментной бумагой. Ножницами срезаю лишнюю бумагу по всей окружности. Дно и бока формы можно смазать сливочным маслом. Выкладываем тесто в форму и равномерно его распределяем. У нас практически все готово. Осталось разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 40-45 минут. Готовый пирог можно немного остудить и теперь вынимать его из формы. Обратите внимание, что проверить готовность пирога нужно при помощи деревянной шпажки. Она должна быть полностью сухой. Готовый пирог можно украсить сахарной пудрой и подавать к семейному чайпитю. Посмотрите, какой волшебный пирог получился внутри. Кусочки яблок, ореховый вкус и нежнейшее слегка влажное тесто. Это идеальный десерт. Очень рекомендую приготовить. И уже жду ваши отзывы в комментариях. Ну и конечно же фото в инстаграм. Для этого рецепта нам понадобится стакан манки и килограмм творога. Как раз с него и начнем. Творог я предпочитаю брать с высоким процентом жирности. Обязательно вкусный. Ни в коем случае не кислый и не старый. Высыпаем творог в удобную глубокую посуду. В которой нам будет удобно смешивать все ингредиенты. Теперь разбиваем 3 яйца. Желательно, чтобы и яйца и творог были комнатной температуры. Поэтому заранее достаньте их из холодильника. Теперь наша задача хорошо размешать яйца и творог. Желательно, конечно, использовать творог по 100-образной текстуре. Так готовить будет гораздо быстрее. Но, к сожалению, не всегда удается найти вкусный жирный творог именно по 100-образной текстуре. Это и не страшно. В этом случае творог нужно будет перетереть через сито перед началом готовки. Или, как сейчас делаю я, измельчить с помощью блендера. Именно на этом этапе, когда мы добавляем яйца. Всего пара минут и мы получили нужную консистенцию. И теперь добавляем сахар. Его количество регулируйте по своему вкусу. Еще я обязательно добавляю немного ванильного сахара. Можно заменить на ванилин или экстракт ванили. Хорошо все перемешиваем, чтобы сахар равномерно распределился. Теперь, наконец, высыпаем манку. И добавляем немного соды. Все точные пропорции, как всегда, я указала в описании под этим видео. Снова хорошенько все перемешиваем. Буквально пару минут. И все готово. Теперь подготовим изюм. Его нужно помыть и залить на несколько минут кипятком. Хорошо все перемешиваем. Изюм можно заменить на любые другие ваши любимые сухофрукты. Воду сливаем и добавляем изюм в тесто. Снова хорошо все размешиваем. Теперь подготовим форму. Я буду выпекать в стеклянной форме диаметром 22 см. Дно формы я смазываю сливочным маслом и присыпаю небольшим количеством манки. Так запеканка точно не пристанет к бортам и дну формы. Все готово. Теперь можно выкладывать творожную смесь. Равномерно распределяем, чтобы получился одинаковый слой. Все. Можно отправлять в духовку. Выпекать будем в разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Пока верх не станет золотистого цвета. Готовой запеканке дайте постоять минут 5-7 и немного остыть. Затем нарежьте ее на порции и подавайте к столу. Нежная творожная запеканка с изюмом придется по вкусу и взрослым, и деткам. И не только любителям творога. Готовить очень просто, а получается ну очень вкусно и сочно. Ставьте лайк, если вам понравился рецепт и чтобы его не потерять. Желаю вам приятного аппетита и успехов в приготовлении. Уже очень жду ваши отзывы в комментариях. Ну и конечно же фото в инстаграм. Пока-пока.